Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Не пугайтесь, пожалуйста, моего внешнего вида. Просто я сегодня хочу выполнить запрос от девушки Людочки, которая попросила меня показать, как я делаю вот такой вот макияж со стрелочками. Этот макияж у меня был в видеоролике, когда я снимала свой заказ Фаберлик с девятого каталога. Так вот, Людочка, специально для тебя я вот уже один глазик накрасила и сейчас перед камерой буду красить второй глазик. Надеюсь, тебе видео понравится. Если вам, мои дорогие зрители, интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Отдельное спасибо хочу сказать вам, мои дорогие зрители, потому что вы комментируете мое видео. Мне очень приятно, что вы просматриваете то, что я снимаю. И отдельное вам огромное спасибо. Оставайтесь со мной. Чтобы высветлить зону под бровью, я беру вот такие вот тени от Боржуа в 0,8 оттенке. Беру кисть и начинаю потихоньку накладывать тень под бровь. Буквально чуть-чуть. На все подвижное веко я наношу вот такие вот тени от Фаберлик. Они мне очень понравились. Ложатся равномерно, практически не сыпятся. И, кстати, девочки, хотела сказать вам, что вместо базы под тени я наношу вот такой вот корректор от Фаберлик. Именно вот с этой стороны очень классный эффект. Тени держатся, в принципе, часов 6-7, как прибитые. И этот же цвет я накладываю чуть-чуть на нижнее веко. До середины глаза. А в уголок глаза я опять-таки накладываю вот эти тени от Боржуа. Буквально чуть-чуть. Чтобы высветлить уголок глаза. И так, после того, как мы нанесли светлые тени, мы начинаем рисовать стрелочку. Я беру вот такую подводку от Фаберлик. Называется Архитектор. Эта подводка мне очень нравится. Правда, ее хватает ненадолго. Максимум на полтора месяца. Это, конечно, для меня, я считаю, большой минус. Итак, беру подводку и начинаю с внутреннего уголка глаз. Начинаю наносить очень близко к ресничному краю. Когда доходим до края глаза, начинаем выводить наш хвостик стрелочки. И с середины глаза начинаем соединять. Вот так вот примерно у нас должно получиться. А потом мы просто закрашиваем тело стрелочки подводкой. Примерно вот так вот у нас должно получиться. Итак, следующее. Я беру все те же тени от Фаберлик. И начинаю наносить вот этот вот красиво серо-зеленый-черный цвет. Вот своей кистью. Кисть у меня от Sigma E35. И этим цветом начинаю выделять складку века. Ничего страшного, если вы будете попадать на стрелочку, мы ее потом чуть-чуть скорректируем. Я складку века. Выделяю чуть выше естественной складочки моего глаза, чтобы глаз казался чуть больше. Итак, дорогие мои. Берем вот такие вот фиолетовые тени. Эти тени помогут мне выделить мои зеленые глаза. Поэтому я их беру и наношу на нижнее веко. Эти тени у меня от Domini. В этом видео, которое было у меня с заказой Фаберлик 9 каталога, я на водную линию наносила вот такой вот каял от Фаберлик. В изумрудном оттенке. У него номер 5439. И нам остается только нанести тушь. Тушь я наношу от Oriflame, The One. Это моя любимая тушь. Ну вот и все, мои дорогие зрители. Надеюсь, я запрос от Людочки выполнила. Этот макияж выполняется, как вы сами видели, очень просто и быстро. Так что можете повторить мой макияж, кому он понравился. Еще раз большое спасибо за участие в моей жизни, за комментарии, за просмотры. Кому понравилось, ставьте лайки. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok